Здравствуйте, дорогие ребята! Настало время разобрать задачи 20-го домашнего задания про последнюю цифру. Поехали! Первая задачка звучала так. На какую цифру оканчивается произведение всех двузначных чисел? Ну, то есть вот такое произведение. 10 на 11 и так далее на 99. Вот, последнее двузначное число. Конечно, считать мы его не хотим. Мы хотим узнать последнюю цифру как-то по-другому, как-то проще. Как же это можно сделать? Ну, как мы уже знаем, последняя цифра произведения зависит только от последних цифр-сомножителей. То есть вот от этих последних цифр. Но и более того, вот уже здесь видно, что среди данных-сомножителей есть число, которое оканчивается на ноль. Например, 10. На самом деле таких чисел там намного больше. Да, там есть числа 20, 30, 40 и так далее. Много чисел, которые оканчиваются на нолик. Так вот, что произойдет, когда я буду число, которое оканчивается на нолик, умножать на какие-то другие числа? И эта последняя цифра нолик все равно останется. Да, потому что как происходит умножение на десятку? Да, сначала мы просто берем и вот этому числу приписываем нолик. Потом, когда мы умножаем уже число 110 на 12, мы этот нолик просто так и оставляем. То есть у нас все равно мы здесь производим какое-то умножение, а этот нолик просто переносим в конце. Вот сюда. Ну, здесь более того, сначала какое-то сложение происходит, а этот нолик мы просто переносим. Значит, сколько бы я чисел здесь не переножал, их произведение будет оканчиваться на ноль. Именно это меня и спрашивали. На какую цифру? На ноль. Как еще можно было объяснить, почему будет оканчиваться на нолик? Можно было объяснить с помощью делимости на 10. Ну, давайте заметим, что вот это вот произведение, естественно, делится на 10. Почему? Ну, потому что это 10 на что-то там. Где что-то там, это произведение чисел от 11 до 99. То есть вот это произведение делится на 10. Ну, а если оно делится на 10, то последняя цифра, на которой оно оканчивается, это нолик. Мы ведь знаем, когда число делится на 10. Только в том случае, когда его последняя цифра равна нулю. Значит, это число оканчивается на нолик. Вот такие вот два способа с помощью рассмотрения последней цифры и с помощью делимости. Оба хороши. Выбирайте, какой вам больше нравится. Едем дальше. Задача номер 2. Вторая задача была уже чуть-чуть поинтереснее. Вопрос звучал так. На какую цифру оканчивается сумма всех трехзначных чисел? Ну, то есть вот такая сумма 100 плюс 101 плюс и так далее, плюс 999. Опять же, считать ее честно не хочется никоим образом, поэтому надо как-то схитрить и посмотреть только на последнюю цифру. Ведь, как мы знаем, у нас это было на уроке, последняя цифра суммы зависит только от последних цифр слагаемых. И вот давайте мы посмотрим на один десяток. То есть, ну, сначала числа от 100 до 109. Потом от 110 до 119 и так далее. Разобьем все числа на вот такие десятки. Что у нас происходит в одном десятке? В одном десятке числа оканчиваются на 0, 1. Давайте через знак сложения буду писать. Нам все равно ведь сумму считать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот если я разбиваю на десятки, то в каждом десятке у меня числа оканчиваются, соответственно, на 0, 1, 2, 3 и так далее до 9. Так, ну, давайте честно посчитаем, чему равна сумма чисел, сумма, точнее, последних цифр в одном десятке. То есть, на какую цифру будет оканчиваться вот такая вот сумма. Так, мы считаем. Здесь 3, здесь 6, здесь 10, 15, 21, 28, 36, 45. Вот, мы знаем, что эта сумма равна 45. То есть, такая сумма оканчивается на пятерку. Таким образом, мы получили, что в каждом десятке сумма этих десяти чисел оканчивается на пятерку. Почему в каждом десятке? Потому что в каждом десятке числа оканчиваются на 0, 1, 2 и так далее до 9. И мы знаем, что последняя цифра суммы зависит только от этих последних цифр. Последняя цифра этой суммы это пятерка. Значит, в каждом десятке последняя цифра это пятерка. То есть, вот я все числа разбил на такие десятки. И сумма в каждом десятке оканчивается на пятерку. Теперь я могу складывать только эти пятерки. до последней пятерки. Но опять же, складывать пятерки не хочется. Лучше я спрошу себя, а сколько этих пятерок получилось? Сколько этих пятерок я вообще сейчас должен написать? Ну, их столько же, сколько десятков. А сколько десятков? Мы уже считали, сколько всего трехзначных чисел на предыдущих уроках. Их 900. Мы разбили эти 900 чисел на десятки. В каждом десятке 10 чисел. Поэтому десятков самих 900 поделить на 10. Ну, то есть 90. Значит, я должен сложить 90 вот таких пятерок, чтобы узнать последнюю цифру. Но вместо того, чтобы складывать 90 пятерок, я ведь могу просто взять и умножить эту пятерку на 90. То есть такая сумма 95 оканчивается на ту же самую цифру, что и 5 умножить на 90. Ну, а на какую же цифру оканчивается число 5 умножить на 90? Ну, конечно же, на цифру 0. Потому что произведение это 450, ну и последняя цифра равна 0. Значит, в данном случае ответ тоже равен 0. Ну, вот такое вот решение получилось. Давайте быстренько еще разочек по нему пробежимся. Что мы сначала сделали? Сначала мы все числа разбили на десятки. Первый десяток это от 100 до 109. Потом следующий десяток от 110 до 119. Соответственно, в каждом десятке числа оканчиваются на 0, 1, 2 и так далее до 9. Затем в каждом десятке мы посчитали цифру, на которой оканчивается сумма. Ведь в каждом десятке мы знаем последние цифры всех слагаемых, а значит мы можем найти последнюю цифру суммы. Получили, что это пятерка, и значит нам просто надо сложить много-много пятерок. Посчитали, что этих пятерок столько же, сколько десятков, то есть 90. И вместо того, чтобы складывать, берем и просто умножаем пятерку на 90. Получаем нолик. Вот такая у нас была вторая задача. Переходим к задаче номер 3. Задача номер 3 звучит так. На арифматике юным волшебникам задали выполнить следующее. Сначала перемножить первые 100 простых чисел. Значит, на всякий случай я напомню, что простые числа — это числа, которые имеют ровно два делителя. Единицу и само число. Ну, например, число 7. Вот у него только два делителя натуральных. 1 и 7. На другие числа оно не делится. А вот, например, число 8 непростое. Да, потому что у него много делителей. Единица, двойка, четверка и восьмерка. А вот такие вот числа называются простыми. И мы перемножаем первые 100 простых чисел. Ну, давайте я первые несколько напишу. До сотого я, конечно, писать не буду. Я не знаю, какое там сотое число простое. Это 2, 3, 5, 7. Девятка непростое, потому что есть делитель 3. Дальше 11. Ну и так далее, да? И так далее. Получается вот такое вот произведение. Оно каким-то числом оканчивается. И надо все это было делать перемножить. К результату прибавить 2019. И узнать последнюю цифру результата. Так вот, сильная волшебница Гермиона смогла все это дело выполнить, не перемножая сами числа. Вопрос. Какой ответ у нее получился? Ну, то есть, давайте и мы, не перемножая честно числа, посчитаем ответ в этой задаче. На что здесь надо обратить внимание? Давайте посмотрим, что среди этих простых чисел есть числа 2 и 5. Помните, у нас на уроке как раз все было связано с этими числами. С десяткой, с двойкой и пятеркой. А почему оно с ним было связано? Потому что 2 на 5 это как раз 10. То есть, получается, что все вот это произведение делится на 10. Это 10 умножить на 3, на 7, на 11 и так далее. То есть, все вот это вот дело делится на 10. Делится на 10. А значит, мы знаем, на какую цифру оно оканчивается. Мы знаем, что это произведение оканчивается на цифру 0. Оканчивается на цифру 0. Так, вот у нас получилось большое-большое число, которое оканчивается на цифру 0. И еще по заданию надо прибавить 2019. Ну и найти последнюю цифру. Какая же у нас получится последняя цифра этой суммы? Достаточно посмотреть на две последние цифры этих слагаемых. То есть, здесь на последнюю цифру и здесь. 0 плюс 9 это 9. Значит, эта сумма оканчивается на девятку. Здесь получается какое-то большое-большое число, но оканчивается оно именно цифрой 9. Значит, ответ в этой задаче 9. Давайте еще разок быстренько повторю. Самое главное, что здесь нужно было заметить, это то, что в произведении простых чисел у вас будет двойка и пятерка. Ну и значит, все вот это произведение делится на 10. Значит, все вот это вот число оканчивается нулем, потому что делится на 10. Ну и после прибавления 2019 результат будет оканчиваться на девятку. Переходим к задаче номер 4. Следующая задача, это у нас была задача номер 4 про Гарри и Рона, которые играют в следующую игру. Итак, у мальчиков есть по 9 карточек с цифрами от 1 до 9. 1, 2, ну и так далее до 9. И они хотят из этих карточек составить число. Своим ходом можно к имеющемуся числу, либо слева, либо справа, подложить одну из своих карточек. Начинает Гарри, вторым ходит Рон. И Рон побеждает, если полученное число... Вот они сложили карточки. Все 18 штучек. Если полученное в итоге число делится на 5. Вот в этом случае побеждает Рон. В противном случае побеждает Гарри. Вопрос. Кто из мальчиков может выиграть, как бы не играл его соперник? Вот такая вот задача. У нас пока игрушек особо не было. Но давайте очень такую простую попробуем вместе решить. Итак, условие победы следующее. Надо, чтобы число, которое получится в самом конце, делилось на 5. В этом случае побеждает Рон. Давайте сразу отметим, что именно Рон сделает последний ход. Ну, потому что они ходят по очереди. Каждый сделает по 9 ходов. И так как начинает Гарри, то заканчивает Рон. Ну, значит, что получилось? Получилось, что Рон делает последний ход. И ему же надо сделать это число делящимся на 5. А в каком случае число у нас делится на 5? Вспоминаем то, что мы проходили на уроке. Последняя цифра этого числа должна быть либо 0, либо 5. Ну, 0 среди этих карточек нет. Поэтому 0 он сделать не сможет. Поэтому, чтобы победить, Рону надо попытаться сделать последнюю цифру пятеркой. Может ли он это сделать? Да, конечно, может. Давайте сделаем следующее на месте Рона. Вот карточку с цифрой 5 мы пока попребережем. То есть, пока мы ее использовать не будем. Остальными карточками ходим как угодно. То есть, можно по очереди просто все их ставить в начало. Или в конец. Вообще абсолютно не важно. А вот эту вот карточку с пятеркой мы приберегаем на самый конец. И вот когда у нас уже остается последний ход, вот тогда мы берем и эту карточку ставим в конец числа. У нас как раз последний ход. Мы оставили эту карточку специально. И ставим ее в конец числа. Что тогда получится? Получится какое-то число, которое оканчивается на пятерку. Ну а раз оно оканчивается на пятерку, значит оно делится на 5. Ну все, таким образом Ром победил. Не очень интеллектуальная игра, да? То есть, стратегия была такая. Карточку с пятеркой надо приберечь, использовать в самом конце, ходить как угодно до последнего хода. А последним ходом надо эту карточку поставить в самый конец. Тогда мы получим как раз число, которое делится на 5. Переходим к задаче номер 5. В пятой задаче Драком Алфе показывает Гарри Поттеру такой фокус. Он просит Гарри придумать натуральное число. После этого прибавить число 29, отбросить последнюю цифру, умножить число на 10, прибавить четверку, умножить на 3 и вычесть 5. После чего Драка безошибочно угадывает последнюю цифру получившегося числа. Вопрос, как же Драка удается этот фокус? Ну, давайте внимательно посмотрим на эти действия. Значит, нас интересует последняя цифра, поэтому особое внимание мы должны уделить следующему действию. Умножению числа на 10. Дело в том, что что бы ни происходило предыдущими действиями, вот, прибавить 29 и отбросить последнюю цифру. Что-то происходило. После умножения на 10 у нового числа последняя цифра будет равна нулю. То есть, вот на этом шаге у нас получится такое число, которое оканчивается на 0. Потом мы прибавляем к нему 4. Что получается? Получается число, которое оканчивается на 4. Ну, потому что мы просто прибавляем 4. Дальше мы умножаем на 3. Последняя цифра результата зависит только от последней цифры, этой четверки, этой тройки. Ну, значит, она всегда равна 2. Да, потому что в результате умножения 3 на 4 мы получаем 12. То есть, число, которое оканчивается на 2. Значит, на этом шаге мы получили вот такое число. Ну, и, наконец, в последнем действии нас просят отнять пятерку. Если мы из числа, которое оканчивается на 2, вычитаем пятерку, то что мы должны сделать? Мы должны занять отсюда десяток и из 12 вычесть 5. Получится на конце семерка. То есть, глядите, мы провели те же самые действия, но не с конкретным числом, а с произвольным. Поняли, что вот на этом шаге, когда мы умножаем на десяток, Получается число, которое оканчивается на 0, после этого на 4, после этого на 2, и, наконец, последним шагом на 7. То есть, после умножения на 10 мы следим только за последней цифрой. И на каждом шаге мы ее однозначно можем узнать. Ну, вот так вот хитрый Драка и называет всегда семерку. Переходим к следующей задаче. Следующая задача, это у нас задача номер 6. Звучит она следующим образом. Может ли произведение 7 последовательных натуральных чисел быть равно вот этому страшному числу? Ну, понятно, оно получено просто выписыванием подряд первых 12 чисел. Вот может ли произведение 7 последовательных натуральных чисел быть равно вот этому страшному числу? Ну давайте посмотрим на 7 последовательных натуральных чисел. Как их можно представить? n, n плюс 1, n плюс 2, n плюс 3, сколько это? 4, да? n плюс 4, n плюс 5 и n плюс 6. Вот давайте даже посмотрим не на 7 чисел сразу, а только на первые 5. Я утверждаю, что среди этих чисел обязательно есть число, которое делится на 5. Почему? Да потому что все эти числа, они дают разные остатки при делении на 5. Ну, потому что если бы какие-то два числа давали одинаковый остаток, то разность между ними делилась бы на 5, но с другой стороны разности только от 1 до 4, да, максимальная разность, она равна 4. Поэтому получается, что среди даже первых 5 чисел есть число, которое делится на 5. Я не знаю, какое именно, главное, что оно есть. Но тогда и произведение всех этих 7 чисел должно делиться на 5. Получается, что вот это число, если бы оно было равно произведению некоторых 7 последовательных чисел, должно было бы делиться на 5. Ну, делится ли это число на 5? Оно оканчивается на двойку. Значит, делиться на 5 оно никак не может. Поэтому произведение 7 последовательных натуральных чисел никак не может быть равно вот этому страшному числу. Хотя бы потому, что это произведение должно делиться на 5. А оно на 5 не делится. Переходим к задаче номер 7. Задача номер 7. В кабинете профессора МакГонагал написано следующее произведение. 1 на 2 на 3 и так далее до 2029. Вопрос. Какие числа надо обязательно вычеркнуть из этого произведения, чтобы результат оканчивался на 9? Ну и вопрос также, сколько таких чисел? Итак, давайте сначала разбираться, какие числа надо только точно вычеркивать. Во-первых, это все четные числа. То есть, если я хочу, чтобы это произведение оканчивалось на 9, то результат должен быть нечетным. Кроме того, я знаю, что если в произведении есть четные числа, то это произведение четное. Значит, я как минимум должен вычеркнуть все четные числа. Ну, давайте сразу посчитаем, сколько таких чисел. Значит, все четные числа от 2 до 2028. Надо вычеркнуть, да? Сколько же таких чисел? Ну, четные числа от 2 до 2028, да, можно поделить на 2. Давайте все числа возьмем и так вот поделим на 2. Что у нас получится? Что за числа? У нас получится числа 1, 2, ну, потому что четверка станет двойкой. Ну, и так далее до 1014. То есть, мы просто получим 1014 последовательных чисел. Значит, их ровно 1014. Так, хорошо. Двигаемся дальше. Какие еще числа надо зачеркнуть? Еще точно надо зачеркнуть числа, которые оканчиваются на пятерку. Ну, потому что если у нас останутся числа, оканчивающиеся на пятерку, то результат будет делиться на 5, да? Но если произведение оканчивается на 9, то на 5 оно никак не делится. Значит, надо вычеркнуть пятерку, 15 и так далее. Числа 10, 20, 30, ну, то есть, кратные и двойки, и пятерки у нас уже вычеркнуты. Осталось вычеркнуть только те, что делятся на 5. Но вопрос, сколько же таких чисел? Можно посчитать точно так же, как мы делали с двойкой, да? Ну, то есть, эффект плюс-минус 1. Вспоминаем. В принципе, похожие вещи мы уже считали. Можно по-другому. Давайте я немножко схитрю. Давайте заметим, что просто таких чисел столько же, сколько десятков. Ну, то есть, у нас есть ровно одно число, оканчивающееся на 5, среди чисел от 1 до 10, потом от 11 до 20 и так далее, да? То есть, по числу из каждого десятка надо вычеркнуть. Сколько у нас всего десятков? Ну, от 1 до 2 тысяч таких чисел я вычеркнул 200. Так, и еще надо вычеркнуть числа 2005, 2015 и 2025. Значит, еще 3 числа нужно точно вычеркнуть. Итак, я вычеркнул все четные, вычеркнул все, которые делятся на 5. В сумме я, кстати, вычеркнул сколько чисел. Давайте уж посчитаем. Надо сложить 203 и 1014. Получилось 1217. 1217 чисел я уже вычеркнул. Ну, что можно сказать про старые числа? Вроде бы так сходу их вычеркивать и не обязательно, да? Потому что они уже так вот прям явно нам последнюю цифру не запрещают. Девятку, да? Но, тем не менее, надо все-таки проверить, может быть, из остальных чисел тоже надо что-то вычеркивать. Давайте просто посчитаем, какая у нас последняя цифра у результата. После вычеркивания всех четных и всех чисел, которые делятся на 5. Те точно нужно вычеркивать, значит, хотя бы 1217 чисел надо вычеркнуть. Вопрос, надо ли еще что-то вычеркивать или уже все хорошо. Так, ну, проверяем. Значит, 1 на 3 на 7 на 9. В первом десятке у нас остались вот такие числа. Ну, и на самом деле в каждом десятке у нас остались числа, которые оканчиваются на единицу, на тройку, на семерку и на девятку. Поэтому я могу посчитать просто, на какую цифру оканчивается вот это произведение. Ну, и на какую же цифру оно оканчивается. Значит, 1 на 3 это 3, 3 на 7 это 21, последняя цифра это единица, и 1 на 9 это девятка. То есть последняя цифра это девятка. Значит, в каждом десятке произведение всех чисел оканчивается на 9. Итого, что получилось? Итого, в каждом десятке, вот у меня много-много десятков, произведение оканчивается на 9. Ну, вопрос, сколько же у меня десятков получилось? Так, ну, их 200 до числа 2000, и потом еще три десятка, вот 2001 до 2010, ну и так вот еще два. Значит, у меня 203 числа, которые оканчиваются на 9, и осталось просто их перемножить. Ну, давайте заметим, что вот они так все бьются на пары, кроме последней девятки. Ну, а последняя девятка у нас остается без пары, потому что нечетное количество десятков. В каждой паре произведение оканчивается на единичку. Если я буду перемножать единички, то произведение все равно оканчивается на единичку. Значит, без последней девятки произведение оканчивается на единицу. Ну, а вместе с последней девяткой нужно единицу умножить на 9, и мы получим число, которое оканчивается на 9. Значит, в итоге произведение всех вот этих вот чисел будет оканчиваться на 9. А это как раз то, что нам было нужно, правда? То есть, глядите, мы доказали, что все четные и все кратные 5, ну, то есть, из оставшихся тех, что оканчиваются на 5, точно надо вычеркнуть. А все остальные уже дают в произведении число, которое оканчивается на 9. Ну, значит, их вычеркивать и не нужно. Ну, вот как-то так, да. Опять же, нам пригождаются старые наши знания, а именно умение посчитать числа. Вспоминаем эффект плюс-минус 1. Ну, а также самое главное это понимание того, какие вообще числа точно надо вычеркивать. Это четные и те, которые делятся на 5. Мы их вычеркнули, получился ответ 1217 чисел. Это те числа, которые точно надо вычеркнуть. Вот столько их, 1217. Ну, переходим к последней задаче. Ну, и последняя восьмая задача была, на самом деле, не такой уж и сложной. Давайте ее тоже разберем. Гарри Поттер перемножил все десятизначные числа, которые состоят только из цифр 1 и 6. Ну, то есть, там, какое-то такое число. Давайте напишем для примера. Шесть, один, сколько получилось? Четыре. А, ну, вот еще одна цифра осталась. Вот какие-то такие числа он перемножает. Десятизначные, десять цифр в них. И все цифры это только единицы и шестерки. Много таких чисел, да, понятное дело. Вот он их все перемножил. И из результата вычитает единицу. Вопрос. Может ли результат оказаться простым числом? Ну, простые числа мы уже встречали сегодня на разборе. Еще разок напоминаю, что это числа, которые делятся только на единицу и на само себя. Ну, вот как число 13, да. Делители это 1 и 13. Других делителей нет. Итак, вот он перемножил все такие числа. Видимо, тема листочка подсказывает нам, что надо посмотреть на последнюю цифру. Что можно сказать про последнюю цифру? Ну, вот сами числа у нас оканчиваются на 1 и на 6. Причем у нас, ну, очевидно, есть число, которое оканчивается на 6. Например, то, которое я записал, но вообще там число из одних шестерок подходит, да. То есть точно есть числа, которые оканчиваются на 6. И что происходит, когда я число, оканчивающееся на 6, умножаю на число, которое оканчивается на 1 или на 6? Если я его умножаю на число, которое оканчивается на 6, то что получается? Здесь получается 6 на 6 36, то есть сюда я пишу шестерку. А значит, сумма оканчивается на 6. Ну, потому что здесь больше нигде единиц не будет. Ну, или я умножаю шестерку на число, которое оканчивается на 1. И получается 1 на 6 снова 6. Значит, произведение двух чисел снова оканчивается на 6. То есть что мы с вами, ребят, выяснили? Мы выяснили, что если я взял число, которое оканчивается на 6, и после этого умножаю на числа, которые будут оканчиваться на 1 или на 6, результат всегда будет оканчиваться на 6. Ну, а значит, произведение всех вообще чисел тоже будет оканчиваться на 6. Ну, то есть мы просто взяли одно число, которое оканчивается на 6, и начали по очереди умножать на остальные числа. Каждый раз результат оканчивается на 6. Ну, в итоге результат тоже будет оканчиваться на 6. Значит, в самом конце мы получили число, которое оканчивается на шестерку. Вот такое число. Ну, и из него еще вычитаем единицу. Вычитаем 1. На какую же цифру будет оканчиваться результат? Ну, конечно же, на пятерку. Все остальные цифры такие же, просто результат оканчивается на пятерку. И может ли такое число оказаться простым? Вот что нас спросили на самом деле. Конечно, нет. Это число, очевидно, делится на 5. 5. Оно заканчивается на пятерку, значит, делится на 5. Но при этом самой пятеркой оно точно не является. Оно сильно больше, чем пятерка. Значит, помимо делителей единицы и само число, у него есть еще делитель, например, 5. Ну, а значит, простым это число никак не может оказаться. Вот так, на самом деле, не очень сложно решалась эта задачка. Давайте еще один способ расскажу. Ну, да, значит, заметим, что все эти числа, которые оканчиваются на 1 и на 6, дают при делении на 5 остаток 1. Ну, потому что, когда они заканчиваются на 6, получается, что это число, если из него вычесть 1, делится на 5. Значит, у нас остаток 1 при делении на 5. Ну, и, очевидно, когда заканчивается на 1, тоже остаток 1 при делении на 5. Вот. Ну, и когда я перемножаю числа, которые дают остаток 1 при делении на 5, на самом деле у нас все равно остаток сохраняется. Все равно получится остаток 1. И поэтому, когда я этот остаток 1 вычитаю из числа, результат будет делиться на 5. Ну, то есть, те же самые рассуждения, которые я проводил про последнюю цифру, можно провести, рассуждая про делимость на пятерку. Это чуть-чуть посложнее. Почему можно так рассуждать более формально, мы разберемся еще на следующих занятиях. Про делимость мы, конечно, говорить еще будем. Но сегодня вот мы посмотрели, как работает последняя цифра. Надеюсь, что мы хорошо запомнили, что последняя цифра, она связана с делимостью на 10, на 2 и на 5. Все это мы с вами сегодня использовали. Надеюсь, что вы узнали для себя, может быть, что-то новенькое. Ну, а главное, хорошо порешали домашние задачи. До встречи на следующих уроках. Пока-пока.